приветствую вас дорогие мои друзья вы давно просили пострелять с орфис честно говоря я сам этого сильно хотел но у меня не было прицела теперь у меня есть прицел и мы сделали бединг в прошлой серии в это все видели о нем застрять внимание мы не будем стоит щечка рикосейл нам дали пострелять вот такой замечательный прицел night force на кольцах от компании ну грубо говоря они сами их делают у них свое производство это копия шпуровских но они для кого не секрет что такое шпуровские кольца и кронштейна это одни из эталонных вот ну давайте вкратце сейчас вам расскажу об истории компании night force компания night force была создана в 1992 году оптические прицелы night force являются одними из лучших на рынке штаб компании находится в айдахо сша и туда же ежегодно приходят десятки сотен писем с благодарностями от охотников спортивных стрелков снайперов и обычных солдат прямо с поля боя каждый прицел от night force собирается вручную и проходит многоступенчатый контроль в главном офисе фирмы проверка прицела включает себя 70 обязательных пунктов многие из которых проходятся только прицелами night force надежность прицелов night force легендарно и большинство регент появляются из суровых военных будней так один из солдат армии сша при выполнении задания получил пулю 7 62 на 39 в трубку прицела 3 5 на 15 на 50 nxs пуля проделала большую дыру повредив систему регулировки увеличения навсегда заморожены на 15 кратах солдат заклеил пробоину скотчем защитив прицел от грязи и пыли и продолжил выполнение задания линзы в прицелах night force это особый предмет гордости качество изображения прицела в условиях утренней и вечерней стрельбы поражает своей четкостью и превосходит большинство аналогов в несколько раз а именно у меня сегодня night force атакар 5 на 25 с линзой 56 с прицельной сеткой в первой фокальной плоскости 34 труба это для лучшей просветленности честно говоря ну видно вот даже сумерки я стрелял снег но видно прям вообще четко прям картинка но сказать откровенно это лучшие стекла в которые я когда-либо смотрел есть функция зиро стоп что такое зиро стоп мы когда пристреливаем в ноль снимаем крышку фиксируем и для того чтобы мы как всегда ну было у нас в нуле и поправки мы смогли сделать только вверх она бывает что один обороты два оборота когда стреляем на дальних дистанциях и мы забываем какой у нас круг и мы можем при возвращении назад уйти грубо говоря уже в минус и не понимать что происходит для этого есть зиро стоп но естественно есть отстройка от параллакса сбоку она здесь не отстраивается также регулировку по зрению можете все это сделать такая вот четенькая руки вот ручка для смены кратности прицела то есть все удобно вот но именно для меня самое главное что здесь есть это по вертикали можно вводить поправки 35 мил то есть представьте если мы находимся в центре это 15 это дает нам возможность с прямой планкой как у меня стрелять но на тысячу ближе к 1100 метрах то есть это очень удобно это это грубо говоря при такой кратности редко у каких прицелов бывает такой большой диапазон водопоправок а если же я поставлю еще наклонную планочку хотя бы 20 муа я смогу стрелять до полтора километра конечно если мне позволит мой боеприпас позволит моя винтовка и позволю я сам себе это делать да вот но естественно друзья кому нужен такой прицел да и любой другой переходим по ссылочке в описании в магазин рико сейл от меня как всегда скидка общаетесь с менеджерами уже да и скидка будет уже индивидуальная прошу прощения у меня замерзает артикуляционный аппарат я немножко еще болею от меня будет скидка друзья скидка будет очень таки интересно только не там не забудьте сказать что вы от александра дружинина либо от до охотник отсюда до места куда стреляем сто четыре метра стрельнем и сербским партизаном пуля по моему 9.1 или 9.4 грамма я уже не помню стрельнем лапу пуля весит 170 грейн стрельнем силер белот пуля весит грейнах не помню 11.7 грамм и стрельнем в новосибирскими лве пуля по моему 9 и 9 грамма сампаковая оболочка двойной сердечник давайте ими друзья стреляем у меня ветер там жуткий стрелять буду я разговариваю там по минимуму но там будет все друзья очень интересно и после этого подведем итоги а прежде чем стрелять друзья хочу сказать спасибо полигону номер один реально очень удобно мне все нравится если вы хотите стрелять и не нарушая закон в удобных местах внизу будет номер телефона александра звоните от меня скидочка 20 процентов поехали постреляем от меня а а а а а а а а и и Продолжение следует... 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 давайте еще три раза стрельнем да и все осталось как раз таки три патрона вы что видите я боюсь говорить даже да ладно да ладно вот это туда же говорить нечего вы сами все все видели первое сюда прилетела 2 потом сюда прилетела у меня остается три патрона с пачки думаю на человек жалеть ну че с ними делать расстреляю в итоге стреляю сюда вот одна потом еще одна прям в эту же кучу вот тут 4 пули и вот уже 6 сюда в итоге раз два три 4 5 и 6 вот оторвал ну давайте сначала по центрам дальних по центрам дальних но это получается 28 миллиметров ну грубо говоря практически минута но минута да но я один раз оторвал вот это будем считать что мой отрыв не знаю как так получилось вот но вот вот тут вот но это грубо говоря по методу ганзы как вы любите вот тут короче 6 отнимаем 5 вот тут короче вот 5 видите какая куча вот это допустим нету как вы любите метод ганзы вот он по центрам получается 1616 это полминуты друзья полминуты это 5 но если 4 вот они все четыре вот пуля в пуля в дырку легли друзья но это 0 3 вот тут вот вот тут да где-то 0 3 ма наверно 0203 но я не знаю может ли больше орстис могу ли будут вот и честно я доволен друзья ну все у меня сейчас эмоции распирают короче давайте концовочку запилим уже я считаю что это успех мы подобрали идеальный патрон я считаю что это идеальный патрон под эту винтовку 170 грейн лапа вообще вещь да это друзья дорого но лучше я стрельну пять раз да но вот так вот как вы это видели да и там нежели я стрельну 20 раз и непонятно куда там в две-три минуты вот вот прицел друзья четкий прям я в восторге от него на самом деле вот я надеюсь что вам тоже все понравилось то есть давайте подведем итоги делать бендинг имеет смысл подбирать патрон необходимо для каждого оружия и и нужен друзья хороший надеюсь вы что-то слышите там вот и нужен хороший прицел и еще друзья не немаловажно надеюсь слышите нужен хороший стол вот у меня сейчас отличный стрелковый стол мне при прислал его роман из биска он не его сделал я хотел как-то отблагодарить но я теперь сам не могу ему дозвониться роман если ты меня слышишь видишь ты напиши мне позвони у тебя есть мой сотовый я хочу отблагодарить тебя мне он очень нравится хороший стол друзья вот ну то есть все сделано было друзья не зря я надеюсь вам очень понравилось поставьте лайк поставьте лайк друзья мне поставьте лайк орфис поставьте лайк night force поставьте лайк реки сэйл переходите на их канал кстати в описание рика хант там очень интересные бывают видео там прям обзоры каждого вот прицела то того что они продают да и просто интересно там андрей хаски у них стреляет ну вы знаете как он стреляет да то есть очень интересный там тоже видео но есть еще друзья в планах поставили вид сошки поставить коврик но это все это будет все дальше а теперь друзья имеет смысл уже стрелять на дальние дистанции в следующих сериях уже с орсис мы будем стрелять на 300 уже стреляли но я думаю либо повторим потому что я не совсем доволен на 300 и 400 метров ну и так далее пойдем нам еще ой сколько надо перестрелять за это друзья фух все друзья я очень замерз я надеюсь вам очень понравилось ставьте лайк под этим видео нажмите на колокольчик чтобы не пропускать следующие видео подпишитесь если еще не подписаны также в инстаграм и вконтакте подписывайтесь но все друзья я пошел греться я очень замерз от меня вам огромной удачи и желаю вам тепла всего доброго до свидания